Друзья, всем привет! Сегодня мы разбираем классическое мороженое пломбир, а именно его БЖУ, состав и ценовую категорию. И поймем, какое мороженое подходит для похудения и правильного питания, какое не очень, стоит ли переплачивать за бренды и маркетинг. Купить товары по выгодной цене со скидкой можно по ссылкам в описании к видео. Вы на канале Разбиратор. И для примера я взял три пломбира из разных ценовых категорий. Первый это самый дешевый, красная цена, из пятерочки, такой же есть в магните, стоит всего 15 рублей, это цены на лето 2024 года. Второй пломбир бренда молочная станция из средней ценовой категории. И третий пломбир самый дорогой от компании Bombar, который якобы идеально подходит для спортсменов и худеющих, без сахара, с повышенным содержанием белка и так далее. Начнем с самого дешевого, посмотрим БЖУ на 100 грамм. Итак, в пломбире за 15 рублей в 100 грамм продукта мы получим 3,5 грамма белка, 6 граммов жиров и 27 граммов углеводов. Калорий на 100 грамм мы получаем 180. Само мороженое 70 грамм, поэтому эти цифры умножаем на 0,7. То есть белка мы получим 2,5 грамм, жиров чуть больше 4 грамм, а углеводов 19 грамм. Калорий в таком мороженом мы получим 126. Теперь по составу. На первом месте идет молоко сухое обезжиренное, далее сахаром, масло сливочное, сам вафельный стаканчик из пшеничной муки и кукурузного крахмала, а также рафинированного кокосового масла, эмульгатора, разрыхлителя, сахара, соли, ну то есть по классике. Далее идет сухая молочная сыворотка и различные пищевые добавки и ароматизатор ваниль. Массовая доля жира в этом мороженом, как вы поняли, 6%. То есть его стоимость обусловлена его составом, потому что оно сделано не из сливок, не из молока, а из сухого молока. Но в этом нет ничего вредного, просто более дешевое сырье. Ну и в качестве углевода используется сахар, которого в принципе не так уж и много. Большой плюс этого мороженого его цена, а минус это дешевое сырье, то есть его состав. По бежу, кстати, здесь все терпимо, потому что стаканчик нам даст всего 126 калорий, пускай с сахаром и немножко растительными жирами, но по итогу не сильно ударит по калорийности вашего рациона. Теперь перейдем ко второму примеру, пломбир от молочной станции. Кстати, тоже довольно бюджетный пломбир, в районе 50 рублей, хотя есть бренды с идентичным составом и по 90. Здесь массовая доля жира уже 12%. Итак, бежу на 100 грамм, мы получим 3 грамма белков, 11,4 грамма жиров и 22,5 грамм углеводов, и плюс еще 12 грамм сахарозы. Сам стаканчик уже 90 грамм, поэтому при перерасчете мы получим белков 2,7 грамм, жиров 10,3 грамм, углеводов 31 грамм. Калорийность такого стаканчика составит 180 калорий. Теперь переходим к составу. На первом месте идет молоко коровье цельное, далее молоко цельное сгущенное с сахаром, масло сливочное, сахар, молоко сухое цельное, если помните в первом примере из него в основном сделано мороженое, далее идут сухой глюкозный сироп и различные пищевые добавки и стабилизаторы, эмульгаторы и так далее. Резюме. Да, здесь более натуральный состав, сделано из молока. Кстати, в других пломбирах на первом месте идут сливки, что повышает массовую долю жира еще больше, как в принципе и калорийность. Да, когда его кушаешь, здесь чувствуешь молочный продукт, но с точки зрения БЖУ оно проигрывает первому примеру за 15 рублей. Да, там стаканчик 70 грамм, но даже если пересчитать калорийность на 90 грамм, все равно в первом примере меньше калорий. Поэтому здесь пусть каждый выбирает сам, что кому приоритетней. Ну и третий главный пример, наша звезда, специальное протеиновое мороженое для похудения, без сахара, от компании Бомбара. Начнем с БЖУ. Здесь, кстати, мороженое составляет 80 грамм и в таблице уже приведены БЖУ на порцию 80 грамм, чтобы люди не высчитывали. Это, кстати, очень удобно. Итак, в порции такого пломбира мы получим 7 грамм белка, жиров 3 грамма и 9 грамм углеводов и даже 0,6 грамм клетчатки, пищевых волокон. Калорий всего мы получим 99. По БЖУ, конечно, это мороженое выигрывает предыдущие примеры. Теперь посмотрим состав. На первых местах идут молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, далее вафельный стаканчик из муки рисовой, крахмала рисового. Вместо сахара кукурузная аллюлоза, что, кстати, хорошо, масло кокосовое, загустители различные и подсластители. Далее идет концентрат сырвоточного белка, сухие сливки и различные наполнители. Далее идет инулин, далее по классике различные эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы и подсластители. Сахароза в этом мороженом нет, что очень хорошо. А сладкое оно за счет подсластителей. Короче, с точки зрения БЖУ и состава, это наш лидер из нашей тройки. Хотя, опять же, к составу можно придраться, мол, сделано не из цельного молока и сливок, а как в первом самом дешевом примере из сухого молока. Но с точки зрения похудения и ПП он лидер. Теперь мое краткое резюме, чисто субъективное мнение. Если вы на программе похудения, либо у вас ПП головного мозга и сахар снится вам в кошмарах, то для вас пломбир от бомбара идеальный вариант. Кстати, забыл сказать про его стоимость. Купить его можно по цене 100-130 рублей в зависимости от скидки. Вкусы разные, есть классические, как в примере с фисташкой, с шоколадной, с шоколадной крошкой. Цена, к примеру, везде одинаковая. То есть для того, чтобы им питаться, у вас должны быть мани на кармане. Пускай они большие, но все равно его стоимость отличается. Он дороже первого варианта в 7-8 раз и дороже в 2,5 раза второго примера. Если же у вас нет лишних денег на такие летние десерты, то можете не заморачиваться и покупать мороженое за 15 рублей, как в первом примере. Кстати, по калорийности оно проигрывает нашему лидеру всего на 26 калорий. Да, бэжу, конечно же, хуже, но по факту для похудения и стабилизации веса важен общий калораж. Так что можете кушать его и не париться, и не бояться такого небольшого количества сахара. Ну и повторюсь, если вы фанат молочки, то можете покупать смело обычный пломбир из сливок, либо цельного молока, но потом не жалуйтесь, что не худеете или наоборот поправляетесь. Лично для меня мороженое это способ охладиться, кайфануть, скушать что-то вкусное и при этом освежающее, но при этом я не хочу получать лишние калории, потому что слежу за фигурой. Поэтому для меня третий вариант бомбар это лидер получает золото. Далее идет шпанское мороженое за 15 рублей, которое реально я иногда покупаю и кайфую при этом. А уже потом идут классические пломбиры из сливок и молока, которые я практически не ем, как ни странно. У вас может быть свое мнение, я его буду уважать. Кстати, можете написать его в комментариях. Приобрести бомбаровское мороженое вы также можете у меня. Все ссылки в описании к видео. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а также вступайте в мой телеграм-канал, там очень много полезной информации.